Всем привет! Мы начинаем наш прямой эфир по теме неонов. Неоновые оттенки себя иногда очень странно ведут после полимеризации. Это смущает клиентов, смущает мастеров и о всех нюансах, и особенностях работы с неонами, и то, как ведут себя неоны, а в этом сегодня и поговорим. Поэтому буду благодарна вам, если вы напишите тему эфира, неоны. И можно писать все вопросы, касающиеся неонов. Буду отвечать сегодня на вопросы, только касающиеся неонов, чтобы эфир получился качественный, без всяких левых тем, как говорится. Ну, а если будут какие-то другие вопросы, пишите их в директ, хорошо? Неоны, отлично, спасибо. Так вот, рассказываю историю неонов. Когда мы выводили основную коллекцию, первую, гель-лаковую, то мы столкнулись с одной сложностью. Коллекцию базовую гель-лаков нам необходимо было сделать так, чтобы там были основные цвета. И, конечно же, розовый неон, он должен был быть в этой коллекции. И он, кстати, шел у нас под номером 021. Кто знает 021? Он так и называется, пинг-неон. Так вот, когда мы выпускали базовую коллекцию неонов, с этим пинг-неоном номер 21, мы забарковали подряд три партии неонов. Три партии неонов. Можете себе представить? Почему? Потому что мы их выкрашивали, во время полимеризации цвет немножечко темнел, и потом после полимеризации в течение двух-трех часов цвет вел себя очень странно. Цвет восстанавливался из темного в светлое через вот такой, знаете, переход. Иногда этот переход был плавный, мягкий, без резких границ, а иногда этот переход был очень явновидный, с резкими границами, вплоть до того, что я помню, я сделала себе маникюр розовым неоном, одним из тестовых образцов. И я, значит, то ли это партия к нам пришла, но вот сейчас вот точно не помню. Мы, значит, покрыли, и в течение часа я понимаю, что у меня ногти пошли пятнами. Я такая, боже мой, что же делать, что же делать, мне же в отпуск лететь. И я прошу мастера, слушай, зарисуй мне эти пятна. Ну, прям, зарисую там вензеля. Не помню, что мы зарисовали, чем мы зарисовали эти пятна. Нафигачили вензелей туда. Приезжаю в аэропорт, сажусь в самолет, смотрю на ногти, они однотонные, нет никаких пятен. Думаю, что за шайтан такой. Приезжаю в отпуск, начинаю там под солнышком ходить, на солнышко вышло, раз такие ноготочки, раз, потемнели. В тень захожу, опять пятнами пошли. Через два часа, бац, ровный цвет, яркий. То есть, мы сначала не понимали, что происходит, что это за такое физическое явление, и мы думали, что это бракованные какие-то цвета, бракованные партии. И мы одну партию забраковали, вторую партию, представляете, забраковали. Третья партия, когда пришла, и мы начали накатывать на нее тоже претензию на брак, поставщики прилетели к нам в Ростов. И это было очень смешно. Они, правда, очень быстро прилетели, они с Европы. И, значит, представьте, трое мужиков, Вера, Веер, и мы, значит, красим неоны, и я им пытаюсь объяснить, они, конечно, по-русски не бум-бум, через переводчика, что происходит с цветами. А они мне пытались объяснить, что все с ними нормально. И в результате, я говорю, вот сейчас это не будет видно. Они, где пятна, покажите? Я говорю, но сейчас это не будет видно. Я сейчас выкрашу, выкрашу, а потом мы с вами два часа будем наблюдать за этой выкраской. Они сидят с вот такими шарами, не понимают, что я вообще им хочу объяснить и рассказать. Но, возможно, у вас тоже такие были ситуации с клиентами. Поставьте плюсики, кто с этим сталкивался и думал, что, господи, ну, то ли я дебил, то ли что происходит вообще в этой жизни. Вот. Мы два часа сидели, как дураки, смотрели на эту выкраску. Потом, значит, наблюдали за этим явлением. Как неон начал туды-сюды возвращаться в исходный цвет. И потом они мне уже научно-обоснованное объяснение писали уже из своей лаборатории, что это просто особенность всех неоновых пигментов красных, оранжевых и розовых цветов. Смотрите, я сейчас не буду говорить про неоновые цвета, и это именно в гель-лаках. Я не буду сейчас говорить про цвета желтый, зеленый, голубой, фиолетовый. Они себя так не ведут. Они абсолютно нормальные. Вы их как выкрасили, они такие и после полимеризации. Если мы берем цвета оранжевый, красный, розовый, и все цвета, которые намешаны при помощи этих основных цветов, то они будут играть после полимеризации, играть после полимеризации, и этот эффект называется, ну как, похож на то, что происходит с фосфором. Видели, как фосфор, когда он на солнышке, он выбирает из себя ультрафиолетовые лучи, и когда мы заносим в тень, то он начинает испускать эти ультрафиолетовые лучи, и как бы светиться в темноте. Вот то же самое происходит с неоновыми пигментами. То есть они выбирают в себя ультрафиолет, неважно, в лампе или на солнце ярком, допустим, в отпуске на море, на пляже. Они чуть-чуть меняют цвет, они становятся чуть-чуть темнее. Допустим, если я беру ярко-оранжевый неон, он становится таким, знаете, морковно-оранжевым после полимеризации. И через 2 часа у него начинает испускаться вот как бы вот эти вот, как вот выбранная энергия, начинают выходить эти лучи. И через 2 часа, фосфор, он же не всю же ночь светится, буквально там час-два-три и свечение останавливается, ну прекращается, как бы иссекает. Вот то же самое и с неоновыми пигментами. Когда это свечение остаточное проходит, то цвет возвращается в исходный яркий оттенок, то есть если это ярко-оранжевый, это ярко-оранжевый через 2-3 часа, если это ярко-розовый, после полимеризации он чуть-чуть темнеет, через 2-3 часа он ядерно-розовый, как на выкраске. И какие могут быть рекламации у вас от клиентов? Во-первых, цвет не соответствует выкраске, например, она на выкраске выбрала розовый цвет, да, здесь на выкраске выбрала, или там, допустим, на гель-лаковой выкраске выбрала вот такой розовый цвет. Мы начинаем ей красить ногти этим розовым цветом, а он не такой, как на выкраске, он получается темнее. Или мы берем оранжевый, он не такой, как на выкраске, он чуть-чуть темнее. Мы берем красный неон, он не такой, как на выкраске получается, он получается чуть-чуть темнее. И он не вот такой вот яркий-яркий вырви глаз, да, из-за чего мы их как бы выбираем, да, клиенты же выбирают, чтобы ярко-яркий маникюр получили, и получается сразу после полимеризации он не яркий, он не ядерно яркий неон, как на выкраске, понимаете, сталкивались с этим, вот, в исходный цвет возвращается неон, после того, как все вобранные ультрафиолетовые, ультрафиолетовая энергия от ультрафиолетовых лучей, она как бы обратно выйдет, и после этого будет исходный яркий цвет, примерно, понятно, примерно, я вот пытаюсь, смотрите, на очень таком простом языке вам это объяснить, чтобы ни вы не нервничали, ни ваши клиенты не нервничали, потому что от неонов мы не можем отказаться, понимаете, потому что вот что мы сделали с базовой коллекцией, мы отказались от всех этих трех партий неон, мы их все забраковали, все, представляете, и я, когда искала сырье на этот Дугман и 21 номер, я чуть не чокнулась, я перебрала столько заводов и поставщиков с неонами, и у всех неоны абсолютно одинаковые, у всех они так играют, кроме, кроме гибридной формулы, и мы увидели это в гибридной формуле, опять же, случайно, мы просто получили партию гибридных гель-лаков, мы тогда еще решали, я помню, делать гибридные или стандартные формулы гель-лаковые, гибридные, напомню, это когда лак во флаконе, но полимеризуется в лампе, это не столько гель-лак, сколько лак, который полимеризуется в лампе, и гибридные гель-лаки, они не как гели по характеристикам цветные, они как лаки по характеристикам, то есть, если вы откроете 0,21 номер, 21 этот неон розовый, он будет пахнуть отличительно, чем вся коллекция базовая эми, то есть, он будет пахнуть лаком, почему? Потому что это гибридная формула, и именно в гибридных формулах неоны не играют, я не могу объяснить это с точки зрения физики, химии, я не физик и не химик, но в гибридах, в гибридах неоны не играют, и что мы, мы выпустили этот 21 номер, потому что мне важно было, смотрите, чтобы первая базовая коллекция, она была безупречная, чтобы никаких вот этих вопросов играет, не играет, пятнами пошел, чтобы это было исключено при выпуске первой базовой коллекции эми, и мы выпустили его гибридным, и возможно, вы заметили, что он пахнет отличительно, и он ведет себя не как обычные гель-лаки, а как именно гибридные гель-лаки, то есть, он мягче по формуле, он может засыхать во флаконе, если вы крышечку оставили открытой, он будет как лак себе вести, он будет частично полимеризоваться от впадания воздуха, на воздухе как бы засыхает. Им не так удобно рисовать, что еще какие-то нюансы у гибридной формулы. Мы гибридные формулы почему не взяли себе, это по типу, самая первая формула шелака, это лак, который полимеризуется в лампе, он очень круто растворяется, потому что это лак, понимаете, это лак, там очень много растворителей, он очень круто снимается, растворяется, легкосъемно ее еще называют формула, но ею неудобно рисовать, а так как компания Эми это в большей степени все-таки компания про дизайн и про вот эти вот бесконечные творчества, то мы решили, что гель-лаки у нас будут все-таки стандартной формулы, которые не испаряются, они на основе растворителя, а как цветные гели, только более жидкие во флаконах. Там есть просто съемные формулы, тоже не съемные формулы, но съемные формулы стандартной комплектации, скажем так, они все равно не так легко растворяются, как легкосъемные гибридные формулы. Гибридные формулы, они очень легко растворяются. Так вот, история 21 номера, это, как говорится, путем долгих стенаний, страданий, выноса мозга, огромному количеству поставщиков, вот появился этот розовый неон. Но он не тот, о котором мы мечтали, он как бы розовый, да, но он не ядерно-розовый, который нам нужен был, а нам-то нужен был баблгам, вот вы понимаете, вот баблгам ядерно-розовым, да, и вот этот, допустим, пинг-неон, который самый яркий, который я только могла найти в гибридные формулы, то есть там ярче просто не бывает. Мой ребенок пишет. Давайте я вам сейчас сравню гибридные формулы между собой, чтобы вы понимали, что, ну вот, допустим, скажете, ну вот о чем в гибриде не сделали все нормальные неоны, чтобы вот это как бы не мучиться с клиентами, не объяснять им по 300 тысяч 500 раз. Смотрите, я вам даже неоновые пигменты притащила, тоже сейчас расскажу про них. Самый яркий цвет гибридный, который я смогла найти, который не играет после воздействия ультрафиолета, это вот этот вот 21 номер, 21 номер, но он, конечно же, не такой яркий, как баблгам. Вот я сейчас покажу вам, конечно же, баблгам после этого розового. Он розовый, да, неоновый, но нужен же был, конечно же, ядерно-приядерно-розовый. Я его сейчас сполимеризую, вы увидите, что он вот, он какой сейчас на выкраске, точно такой же он будет и после полимеризации. Да, и теперь берем баблгам, вырви глаз. Вырви глаз – это основной цвет базовой неоновой коллекции, потому что неоны мы выпустили прям сразу же следующий. То есть когда мы вот в этой песне во всей разобрались, мы поняли, что, ну все, значит, мы будем их выпускать, нам пофигу, мы их будем выпускать в базовой формуле, в самой ядерной пигментации, так, чтобы там, я не знаю, в один слой просто там за километр было видать. Ну а если будут вопросы по… смотрите, какой яркий. Ну если будут вопросы по вот этому изменению цвета, мы будем просто тупо каждый раз эти возражения отрабатывать. То есть, потому что других вариантов нет. И поверьте мне, такие яркие неоны еще нужно поискать. Сейчас мы занесем баблгам в лампу, сполимеризуем, и вы увидите, что цвет, он будет после полимеризации отличаться от исходника, который на выкраске. Вот видите, неончик. Ничего с ним не изменилось. Вот он какой во флакончике, такой и на выкраске. И если я сейчас возьму и вот так вот сделаю, смотрите, вот сполимеризованный цвет, и вот я кусочек, допустим, мазнул так вот, не сполимеризованного, нет разницы. Видите, нет разницы. В отличие от этих цветов. Вот здесь сейчас будет видна разница после полимеризации. Как называется коллекция с баблгамом? Неон пати. Это самая первая неоновая коллекция. Неон пати она называется. Базовая неоновая коллекция. Но вы же знаете, что у нас вышла коллекция хит неон. Видели ее? В хит неон вошли основные цвета из этой базовой неоновой коллекции и два цвета из New Generation. Видите, тут тоже неончики есть, они тоже вошли. Поэтому можно, если что, взять коллекцию хит неон. Так, смотрим после полимеризации. Вот смотрите. Вот на камере, возможно, не видно. Ну, мы сейчас попробуем это узреть. Смотрите, после полимеризации он чуть-чуть потемнел. И если я сейчас сделаю мазочек. Смотрите, видна разница. Видно? Видно разницу? Смотрите. Как себя ведут гибридные неоны? Видите, нет разницы. В сполимеризованном цвете и в свежем цвете. И здесь есть разница. Видите, сполимеризованный цвет и вот свежевыкрашенный цвет. Фильтр выключить. Еще раз выключу. Там фильтр такой, он без цвета не должен мешать. Но я сейчас выключу. Так, давайте выключим. Как его выключить? О! Нет фильтра. Смотрим еще раз. Видите? Видно разница? Видно. Молодцы. И вот это клиентам нужно объяснить, что вот он чуть-чуть потемневший будет в течение двух-трех часов. Если сделать маникюр вечером, клиент ничего не поймет, потому что все это будет происходить ночью, пока он спит. И утром он проснется, все будет зашибись. Если он сделает маникюр утром или днем, то, конечно, он это будет наблюдать в течение дня, как я тогда наблюдала по дороге в аэропорт. И сразу после маникюра. То же самое, точно так же у нас ведет себя красный неон. Красный неон и оранжевый неон. Только три цвета. Красный, оранжевый. Так, а где у меня еще один неончик потерялся? Смотрите, у меня черт ногу сломит. Ну хорошо, я вам сейчас покажу оранжевый, а красный, возможно, найдется скоро. Но я вам не дорассказала, чем песня-то закончилась. Смотрите, так как гибридные неоны не ведут себя так. Я не помню, как это получилось, но методом тыка мы решили попробовать покрыть неоны гибридным топом. Гибридный топ в результате делает минимально заметным данное явление. Гибридный топ у нас раньше назывался топ-гель изи-суков. Топ-гель легкосъемный. Потом мы от этого названия отказались, потому что гибридный топ-гель изи-суков мы использовали не только для неонов, но и для слайдеров, для втирки, для пигментов. То есть это топ, который с такой, знаете, липкой клеевой основой, с липкой такой полимеризацией, он как двухсторонний скотч, короче, работает. То есть он же на растворителях, он на лаке, и слайдер – это пленка лаковая, сполимеризованная. И этот слайдер к гелевой основе, к гель-лаковой основе не приклеивается. А к слайдеру топ-гелю приклеивается, почему? Потому что это тоже на лаковой основе препарат, и как бы его остаточная липкость с растворителями, она как бы растворяла слайдер, и растворяет слайдер, и приклеивает его как бы к себе. Точно так же он приклеивает к себе пигмент, втирку, и слайдер мы закрепляем всегда пигмент втирку, мы его наносим под слайдер и на слайдер, и мы рекомендуем его наносить на неоны. Потому что на неонах не так видны вот эти переходы цвета от исходного в финальный, если покрыть его именно гибридным топом. Вот с полимеризованной оранжевой, смотрите, наношу, теперь мазочек делаю свежего. Видна разница? Поставьте плюсики. Видна разница? Видите, он потемнел, он не такой кипельно-ярко... Это, кстати, красный неон, не оранжевый. Красный неон. Он не такой ярко-алый, он чуть-чуть потемнел, вот ближе к морковочке ушел. А видите, свежий он какой, яркий. Так вот, через 2-3 часа он будет вот такой яркий, как свежевыкрашенный. То есть через время они становятся такими же яркими, как свежевыкрашенные. Просто нужно дать время, чтобы тот ультрафиолет, который вобрался как бы в цвет при полимеризации, он и спустился. Это понятно, девоньки, дайте мне знать, понятно ли или непонятно. Если покрыть обычным классическим топом, то возврат в исходный цвет будет идти через резкие границы. Если покрыть слайдер топ-гелем, то будет идти через легкое амбре. Будет идти через легкое амбре. Что значит через легкое амбре? Ну, как бы не будет видно, понимаете? Слушайте, у меня капелька сполимеризовалась. Свет чуть-чуть попал. Свет из лампы попал чуть-чуть на типсы. Ну, я сейчас оранжевый тогда покрою. Если покрыть... То чем я ватный тампон делала? Ну, даже безбарсовую салфеточку. Если покрыть именно слайдер топ-гелем... Если покрыть именно слайдер топ-гелем, то возврат в исходный цвет, он все равно будет идти. Но будет идти мягко, без резких границ. То есть не будет вот такого, знаете, вот как будто бы пятнышки нарисовали. Причем он, знаете, как возвращается в цвет? Он начинает с периметра. С периметра начинает по краям появляться яркий цвет. И потом вот так как бы в серединку все это уходит. И пятнышки, они как бы уменьшаются, уменьшаются, уменьшаются темные. И потом раз и пропадают. Можно ли бестоп Эйми отпечатать фольгу на неонах? По фольге, девочки, не подскажу. Это вы либо у Кати спрашиваете, либо пишите ей в директ, либо проверяйте опытным путем. Вы же знаете, я технолог компании Эйми по базовым материалам. Технолог компании Эйми по базовым материалам. Так, есть ли вопросы? Есть ли вопросы по неонам? Еще момент. Смотрите, есть неоны, сделанные на основе основных неонов. Вот, приведу пример. Коралловый кварц. Кто знает этот цвет? Коралловый кварц, номер 094. Он был в коллекции... Как бы вот мне не изменяет память. Ну вот он, видите? Но все равно он темноватый. Он темноватый, он не такой, как на выкраске. Я сейчас вам на выкраске покажу. Смотрите, на выкраске какой он яркий. Видите? Сейчас я вам перевернусь. Все-таки. Видно даже вот сейчас под лампой просто. Видите? Вот он какой он на выкраске яркий. Видите? И какой он после полимеризации темненький. Темненький. Клиенту говорим, не смотрим, какой он сейчас. Его настоящий цвет появится через 2-3 часа. Он проявится. Когда уйдут остатки ультрафиолета из состава. Из полимеризованного. Теперь берем коралловый кварц. Так себя ведут не только чистые неоны. Так себя ведут и неоны цвета, которые получают при помощи неонов. И они могут быть очень красивые пастели. Но так себя вести могут. Пробуем коралловый кварц. Коралловый кварц это персиковый оттенок. Неоновые пастельные оттенки намешаны на неонах. Они очень красивые. Очень красивые. Но если они намешаны на основе оранжевого, розового и красного, то капец. Они точно так же себя ведут. Сейчас я покрою вам этот персик. И вы увидите тоже эту разницу. Между сполимеризованным оттенком и свежевыкрашенным оттенком. Вот берем этот персиковый оттенок. Напишите, кто замечал, это тоже на пастелях неоновых. Сейчас мы покроем так, чтобы второй раз не покровать. Нанесли. И после полимеризации вы сейчас тоже увидите эту разницу. Так, я думаю, здесь видно. Розовое отличается, красное отличается. Если я сейчас оранжевый точно так же сделаю, то же самое будет. Оранжевый. Если мы возьмем два цвета из последней коллекции New Generation. Это вот тот оттенок, который у меня сейчас на ногах в педикюре, 304-й и 305-й. Тоже оттенок красного неона и оттенок розового неона. То же самое. Чуть-чуть в начале они будут темнее после полимеризации. Через 2-3 часа они восстановятся в исходный цвет. Смотрим на пастель. Смотрим на пастель. На сполимеризованный цвет наносим не сполимеризованный. Сполимеризованный получается немного приглушенный. Свеже нанесенный. Он чуть-чуть ярче. Это не так на пастели видно, но тоже видно. Тоже видно. Что не так с 283-м? У меня его, к сожалению, нету под рукой, поэтому я могу только в директ вам ответить по другим оттенкам. Если мы берем пигменты неоновые, тоже красный, розовый и оранжевый. И, например, втираем их на белый цвет, покрытый топ-слайдером или просто покрытый, допустим, той дисперсии, которая есть у гель-лака, чтобы втереть пигмент. Так вот, втертые пигменты ведут себя точно так же, как и цвета. Точно так же. То есть, если вы их покрываете защитным гелем и полимеризуете защитным гелем, то они темнеют. И через 2-3 часа они будут восстанавливаться в исходно яркий цвет. Теперь я отвечаю на ваши вопросы. Вопросы касательно только неоновых цветов. Теперь вы знаете историю 21 номера в базовой коллекции. Почему он гибридный? Если вы смотрите, я сейчас не буду отвечать на вопросы по другим материалам. Давайте вопросы только по неонам. Только по неонам. Если нужны будут эфиры, где нужно отвечать от начала до конца на вопросы по материалам, я их буду для вас делать. Что с базой, если она заполимеризовалась, или еще, 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 еще. 60 и 61 так же себя ведут? Нет. Так ведут только розовые, оранжевые и красные. Другие цвета... Блин, а 60 это какой? Девочка, у меня нет всех выкрасок под рукой. Если они на основе розового, оранжевого или красного пигмента, то они ведут себя точно так же. Так не ведут себя гибридные неоны. И если обычные неоны покрыть слайдером, слайдер топгелем, гибридным топом, то возврат в исходный цвет идет через мягкое амбре. Не через резкие границы, а через мягкие границы. Но это в любом случае происходит. Понимаете? Это физическое явление, его невозможно устранить. Его невозможно устранить. Топ-текла сложится кратерами. Это нужно писать мне в директ. Возможно, на производственный брак. Мы делаем обмен. Флирт. Верно. Флирт и персиковое эхо. Да, точно так же они себя ведут, потому что они сделаны на основе красного и оранжевого неона. Флирт и персиковое эхо точно так же себя ведут, как розовый кварц, который я сейчас вам продемонстрировала. И когда у нас вышла коллекция с персиковым эхом и с флиртом, тоже пошли вот эти вопросы. А чего они себя так ведут? Почему они такие, как на выкраске? Почему они темнеют? Почему они потом светлеют? Почему они едут пятнами? И так далее. И тому подобное. То есть все цвета, замешанные на этих неонах, красный, розовый, оранжевый, они так себя ведут. А почему мы не стали отказываться от них? Потому что они самые яркие, самые кипельные, вот такие вот в рви глаз. И эти ядерные цвета, неоновые, во-первых, это, знаете, как это, хэллоу Мальдивы. То есть если у нас клиент едет в отпуск, Мальдивы, не Мальдивы, там Турция, Средиземноморье, Греция, Кипр, то есть чаще всего берут неоны. Потому что это эффектно смотрится в маникюре и в педикюре. Летом на пляже, там в купальнике, голубая вода, песок, и вот они неоновые педикюр красивые. Это классно. От этого тащатся клиенты, от этих ядерных цветов. Поэтому они нам для летнего педикюра, кровь из носа нужны. И они нужны очень сильно для росписи. Потому что ни жестово не делается без росписи, там, акварель она не делается без неонов. Жестово не делается без неонов. Девочки, простите, я мало сказала. Жестово не делается без неонов, акварель не делается без неонов. Есть очень много дизайнов, которые не делаются без неонов. Этими неонами там делаются Это светотени, там подмалевки, там какие-то вот такие акценты яркие, там маки вы рисуете, вы маки не рисуете без красного неона, там какие-то розы, не розы, то есть очень много где используются чистые неоны в дизайне, и в дизайне гибридные, они вообще не катят, вообще, мало того, что оно все на палитре засыхает, все что гибридное, потому что оно полимеризуется на воздухе, то есть нужны были обычные, стандартные, максимально ядерные неоны, поэтому, ну как бы мы помучались с выходом базовой коллекции, поизвращались, там нашли этот гибридный, единственный, там самый яркий неон, который только можно было найти, все остальные кисельные, такие какашки, это вот самый яркий, который я могла найти в гибридной формуле, мы выпустили его, а потом следом, тут же, мы выпустили все те партии, которые забраковали, то есть классические стандартные неоны, мы их вывели, мы их вывели и просто не стали париться, каждый раз я это разъясняю, поняла, что, ну, было бы хорошо сделать эфир, и если я его сохраню, я буду, если мне там кто-то пишет в директ, там, Вера, почему они все так ведут, я буду ссылочку на эфир бросать. Так, скажите, такое действие, это однократно? Нет, не однократно, вот в том-то и дело, смотрите, в лампу я занесла, они потемнели, через 2-3 часа они восстановились в яркий цвет, она на яркое солнце вышла загорать, они у нее под ярким солнцем, может быть, не так сильно потемлеют, как вот в лампе при полимеризации, но они чуть-чуть притемнятся, вот они чуть-чуть притемнятся, и она потом в тенечек зайдет, и они будут восстанавливаться там не 2-3 часа, как вот при первичной полимеризации, там, в лампе, а там, ну, буквально там 20-30 минут, и они раз, и опять яркенькие, понятно? Ну, то есть, это неизбежно, так они ведут себя и после, но не так явно и не так долго этот процесс идет, потому что солнце, когда светит, поймите, не такая мощность, когда светит лампа. Если в лампу потом ногти поместить, да, они опять то же самое будут, это вот как вот, смотрите, это как фосфор, вынесли на солнышко, он энергию солнышка в себя вобрал, и потом там определенное время светится в темноте, вот точно так же и с неонами, абсолютно одинаковое явление, но мощность солнышка, она не такая сильная, как мощность лампы, поэтому после лампы оно более длительное и более явное, а после солнышка есть, но не такое длительное, не такое явное. Могут выгорать на солнце неоны? В чистом виде нет, но вот эти неоны, нет, они не выгорают на солнце. Но раньше, вот если вы вспомните, самая первая пастельная коллекция, замешанная на неонах, вот она выгорала, помните? Возможно, пигменты были не такого качества, это первого поколения шли красочки неоновые, вот они себя так вели, да, они чуть-чуть подвыгорали. Сейчас неоны такие, что они уже вообще не выгорают, ничего с ними не происходит, ни в чистом виде, ни в намешанном виде, но в намешанном виде они ведут себя точно так же. Вы сняли с продажи неоновую коллекцию? Нет, не сняли. Мало того, что не сняли, еще и хит неон выпустили. А хит неон, это наши старые неоны и неоны из коллекции New Generation. То есть вот эти два цвета туда вошли, где еще один, вот этот цвет, 304, 305 туда вошли и неоны из обычной коллекции. И теперь эти неоны можно даже в отдельной коробочке купить. Самые топовые продаваемые неоны в коллекции хит неон теперь идут. Вот, поэтому ничего не сняли. В гелевых красках неоны так же себя ведут, так же, но не так явно. То есть там видите, как бы от формул еще зависит. Может быть это, там знаете, какое-то отражение лучей по-разному идет, вот внутри состава. Поэтому в гибридах оно вообще не явно, в красках менее явно, ну вообще как бы практически не явно, чуть-чуть. А в гель-лаках, в гель-лаках в стандартных формулах оно явно. Оно явно, и поэтому мы рекомендуем слайдер тут гелем покрывать, чтобы, потому что если вы классическим прям топом покроете, там с липкостью, без липкости, или там бриллиант финиш гель какой-нибудь нанесете, то это прям через резкие границы. Прям вот знаете, вот как бы вот прям полоса, тут ярко-розовые вот уже пошел, а здесь вот еще темно-розовые и прям резкая граница. То есть когда прям классическими топами покрывать, там прям резкие границы идут. Неоднократно, неоднократно. Так, согласна, постоянно объясняю клиента, почему цвет на палитре отличается. Молодец. Вот здесь только объясняю. Смотрите, либо отказаться от неонов, а ни один клиент на море не откажется от неонов. То есть когда им все разъясняешь, объясняешь, то, ну блин, с этим ничего не сделаешь. Вот там бьются лаборатории, бьются физики, химики, пока они не могут ничего с этим сделать. И ничего такого в этом в принципе нет. 284-й пошел пятнами. Но возможно это какие-то другие пятна. Вот здесь вот нужно разобраться, потому что зеленые, желтые, голубые, фиолетовые так себя не ведут. Но нужно проверять. Нет, от неонов невозможно отказаться, все верно. Так, ну что, мы завершаем наш эфир. Он был такой коротенький, емкий. Не смогу я его сразу выложить, потому что теперь придется его склеивать, через компьютер выкладывать, целое дело. Так, сейчас мы тут мальчиков заблокируем, которые некорректно себя ведут в чате. Я обязательно разыграю коллекцию хит-неон, девоньки. Коллекцию хит-неон я обязательно разыграю среди комментаторов к посту. Здесь не надо комментарии писать. Как только увидите пост с эфиром, то оставляйте свой комментарий. Был ли полезен эфир, работаете ли неонами, или решили, ну, ахрен отказаться от них, раз такая песня тут нестабильная, с этими цветами. И к неоновой коллекции, смотрите, я давно обещала вот эти две сумочки разыграть. На беперная сумочка и сумочка-косметичка неоновая. Вот, я их вот в этом эфире разыграю. Поэтому ждите тогда эфир, вот телефончик у меня нестабильно работает, ждите эфир, пишите свои комментарии, участвуйте в конкурсе. Конкурс будет в рамках суток идти, и в конце суток мы разыграем подарочки. Неоновую коллекцию хит-неон и набедренную сумочку и косметичку неонового цвета. Всех люблю, до встречи в сториз.